почему не стоит возвращаться к прошлым отношениям потому что в подавляющем большинстве случаев это бесполезная трата времени у людей есть интересное свойство идеализировать бывшего партнера после расставания да поначалу присутствует злость и обида но потом эти чувства стихают и возникает масса вопросов почему расстались может быть все-таки стоило попытаться сохранить отношения а что если я больше никого себе не найду а если вдруг чувства еще остались это все порождает сомнения из-за которых и появляется желание возобновить отношения нужно вспомнить все плохое что в них было крайне редко люди меняются подумайте готовы ли вы снова к этому всему вернуться однажды вы уже пережили расставание велика вероятность того что она повторится по той же причине ровно та же дорога нужно ли ехать по ней заранее зная как много там у хабов и я следует понимать что возвращаться в прошлое это делать огромный шаг назад вам нужно будет начинать все заново но вы уже будете знать чего ждать от человека вряд ли вы сможете забыть все плохое что с вами происходило для этого нужно очень много работать над собой и отношениями чему оказываются готовы далеко не все в некоторых случаях возвращение предыдущие отношения есть смысл однако это сработает только если между партнерами существует сильнейшая связь которую невозможно разрушить в других случаях возобновлять разорванные отношения наступать дважды на те же грабли потому что первое желание вернуться в прошлое отношения это лишь ностальгия по хорошим моментам которые в них были когда у вас возникает такой порыв вспомните сколько всего плохого вам пришлось пережить если вы расстались наверняка нервов негатива и слез было гораздо больше чем хороших моментов иначе вы бы не разошлись второе люди меняются крайне редко да если вы воссоединитесь первое время все может быть просто великолепно однако со временем все вернется на круги своя и вы снова столкнетесь с тем из-за чего разошлись первый раз третье вы сами мешаете собственному будущему старых отношениях уже не будет ничего нового то что вы хотите в них вернуться проявление элементарного страха и слабости вы хотите воссоединиться не потому что невероятно любите этого человека и готовы начать с чистого листа вы просто боитесь того что будет дальше без бывшего партнера рядом с вами не зря говорят что люди возвращаются к бывшим потому что не могут найти никого лучше и удобней такова человеческая психология многие люди ненавидят перемены и предпочитают вернуться в такие нервные но привычные предыдущие отношения однако это в корне неправильный подход разбитую чашку никак не вернуть в прежнее состояние сколько бы вы усилий не прикладывали разумеется есть и исключение из этого правила когда люди все переосмыслили и реально готовы работать над собой избегать предыдущих ошибок но эта редкость это пустая трата времени такие отношения как правило не заканчиваются хорошо часто исходы примирение обиды и молчанки эмоциональной качели и выяснение отношений в стиле претензий фраз давай побудем отдельно все это характерно для таких людей мужчины возвращаются по двум причинам никто не дает а с рукой не охота либо он выпил водки у него возникают эмоциональные качели от ностальгии с ней раньше было хорошо может повторить может все наладить вдруг будет также хорошо но как правило вы зря тратите время и все начинается по кругу женщина возвращается к мужчине только лишь в одном случае когда она хочет его на епать потому что если порядочная женщина уходит один раз то как правило это навсегда я с этим не сталкивался но есть замечательная книга женский половой инстинкт там все описано пройти качели достоевский как-то сказал что необходимо спалить все дотла чтобы потом начать все сначала если у вас были отношения с человеком и они не сложились то лучше общаться с новыми людьми бывшие на то и бывшие чтобы оставить их в прошлом со всеми проблемами и вопросами из-за которых вы расстались возвращаясь же к прежним отношениям мы перечеркиваем все свои планы на будущее возможность встретить именно того человека который будет развиваться вместе с вами дополнять вас и поддерживать в трудные периоды смысл жизни в самой жизни а не выяснение отношений мне кажется вернуться можно только в одном случае если расставание было спонтанным а причины косвенные к примеру человек приехал в другой город или у него командировка на месяц год и так далее то есть не было предательства охлаждение отношений или какой-либо подлости возвращаются же обычно за прежними эмоциями переживаниями которых таким людям не хватает в новых отношениях этот невроз обычно уходит корнями в детство думать о будущем или жить переживаниями прошлого решать только вам но я хочу закончить словами из произведения еще одного классика вознесенского не возвращайтесь к былым возлюбленным былых возлюбленных на свете нет есть дубликаты как домик убранный где они жили немного лет потому что вы вернетесь ровно в то же состояние которое было максимально благоприятно для вашего разрыва не будет никакой перезагрузки отношений вы просто сойдетесь и вернете все те же претензии друг другу но вы будете нетерпимы ко всему этому с удвоенной силой поскольку надеялись что что-то изменится но ничего не изменится чаще всего все возвращается к началу к тем ошибкам и неурядицы которые вмешала строить те самые отношения те изменения которые произошли внутри партнеров чаще всего кричат о понимании и честного разбора прошлых ошибок по факту получается что это манипуляции инструмент вернуть эти отношения есть конечно другие случаи когда проходит много времени но там уже берет вверх воссоединения то что принято называть опытом в него входит жизненный опыт статус в обществе и трезвость взгляда на происходящее но этот случай воссоединений привлекает порог ответственности и доказательстве перед друг другом в прошлом равнодушие и бездействие хотят показать что они приобрели за то время пока они не были вместе когда общение бывших партнеров продолжается после разрыва вероятным сценарием развития отношений будет повторное воссоединение вас или у вашего бывшего может возникнуть желание вернуть отношения снова стать парой о чем стоит подумать в этом случае помните о причине расставания если это причина пустяковой расставание было действительно ошибкой можно попробовать начать все заново но как правило люди расходятся по достаточно веским причинам и скорее всего эти причины не исчезли начиная отношения заново вы должны быть готовы к тому что проблемы в отношениях останутся теми же и добавится обиды от расставания будьте готовы работать над отношениями чтобы воссоединение не закончилось повторным разрывом необходимо научиться общаться с партнером находить компромиссы не всем просто дается такое умение если коммуникацию не получается наладить обратитесь к специалисту в психологии семейных отношений возможно он сможет вам помочь не живите прошлым начиная вновь строить совместное будущее не стоит зацикливаться на прошлых ошибках не надо укорять партнера тем что было вкладывайте силы в то чтобы ошибки не повторялись потому что это иллюзия если начнете новые отношения с прежним партнером с которым осознанно расстались то сразу всплывут все старые обиды разногласия с чистого листа не получится никак факт память человеческая помнит все что касается прежде любимого человека и прежних отношений с их радостью и горем поэтому лучше всего совершить великое дело простить его или ее расстояние между решением простите настоящим чувством умиротворения может быть непреодолимым знаю это по себе прощение кажется предательством самого себя гнев горит внутри вас и отравляет вас собственным ядом вы знаете это но все равно не можете отпустить ситуацию гнев становится частью вас как сердце мозг или рука но вот что нужно помнить о гневе это инструментальная эмоция мы злимся потому что хотим справедливости гнев не понимает что прошлое уже закончены и вред уже был нанесен прощение означает отказ от надежды на другое прошлое между вами то есть это понимание что все закончилось пыль осела и разрушена уже никогда не восстановится в первозданном виде это признание того что никаким волшебством или возвратом к прошлым отношениям нельзя возместить ущерб человек который ранил вас однажды не придет и не наложит шов с такой невероятной точностью что от порезания станется и следа прощение означает принятие личной ответственности не за разрушение а за восстановление это решение о том чтобы вернуть себя покой прощение не означает что вина прежнего партнера заглажена она не означает что вы должны дружить с ним симпатизировать ему просто вы принимаете что он оставил на вас след и вам теперь придется жить с этой отметиной вы перестаете ждать человека который сломал вас чтобы он вернул вам все как было Это решение жить дальше со своими шрамами. Речь идет о создании собственной справедливости, собственной кармы и судьбы. Речь идет о том, чтобы вновь встать на ноги с решением не быть несчастным из-за прошлого. Прощение это понимание того, что ваши шрамы не будут определять ваше будущее. Простите и отпустите из вашего сегодняшнего дня прежние отношения со всем, что было навсегда. Отношения созданы для того, чтобы мы чему-то научились, стали лучше и сильнее. Стали здравой и сильной личностью, способной позаботиться о других. Поэтому в отношениях нет как такового полного разрыва. Они все же продолжаются, если урок не пройден. Просто начался тяжелый период в отношениях, который выразился в сильной дистанции между друг другом. Так как, вероятно, когда-то нарушилась эта дистанция и отношения стали неуважительными и фамильярными. Поэтому, если предыдущий партнер не вышел замуж или не женился, то можно попробовать восстановить эти отношения уже с адекватной дистанцией взаимоуважения и постараться пройти урок от жизни снова. Потому что нет разницы, урок придется пройти все равно, так или иначе, с этой личностью, либо с другой. Важно постараться вернуть отношения, однако, если после нескольких месяцев попыток это не получается, то вы сделали все, что от вас зависит, поэтому стоит начать новые отношения. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok